Привет! Несмотря на прогресс в кораблестроении и навигации, аварии на воде случаются регулярно и по самым разным причинам. Сегодня ты увидишь самые масштабные из них. От столкновения контейнеровозов до расколовшегося напополам судна в открытом море. Поехали! Согласно статистике, только за первые три месяца 2024 года было зафиксировано три крупных столкновения кораблей с сооружениями на воде. Иными словами, это не такое уж и редкое явление. Но бывают ситуации, заслуживающие отдельного внимания. 28 февраля 2019 года сухогруз «Си Грант» прибыл в южнокорейский порт Пусан для выгрузки 1400 тонн железных труб и должен был отплыть от места, но по неизвестным причинам капитан направил судно в сторону моста. И произошло это! Удар был настолько сильным, что в корпусе судна образовалась дыра 5 на 5 метров. Однако не те, кто находился на мосту, не экипаж сухогруза, не пострадали, как и в этом случае на юго-западе Эквадора. Что, честно говоря, удивительно. Со стороны выглядит как довольно масштабная авария. Конструкция рухнула от столкновения, а сам корабль задымился. Причина случившегося также остается загадкой. Возможно, все дело в стремительном течении, которое не позволило капитану контролировать ход судна. Когда пассажиры лайнера MSC Opera отправлялись в круиз в Венеции, вряд ли они могли подумать, что его завершение станет гораздо более впечатляющим, чем сама прогулка по воде. Правда, не в лучшем смысле. Судно, как обычно, пришпортовалось к причалу, однако из-за внезапной механической проблемы капитан потерял управление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ролике, снятом очевидцами, видно, как лайнер медленно, но неумолимо приближается к пристани, а два буксира пытаются остановить гиганта. Слышен долгий звуковой сигнал, а затем скрежет, когда корабль касается причала. И люди при виде такого колосса разбегаются в панике. Впрочем, самим пассажирам, которые наблюдали за всем происходящим с высоты, тоже оказалось не сладко. Это можно услышать по беспокойству в их голосах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По данным специализированных морских служб, одна из самых частых причин крупных аварий на воде — это штормы. Противостоять необъятной мощи стихии не под силу даже исполинским лайнерам и самым крупным грузовым кораблям. И поэтому вопрос, как этому испанскому судну под названием «Луна» разрешили выйти в море у берегов Франции, становится более острым. Порывы ветра в тот день достигали 100 км в час. Взгляни, как корабль бессильно бьется о камни, а в следующий миг раскалывается надвое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лишь благодаря вмешательству ВВС команду из 11 человек удалось эвакуировать, и во время происшествия никто не пострадал, но тот выход в море каждый член экипажа запомнит на всю оставшуюся жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствовать габариты транспортного средства — одно из главных правил не только для автовладельцев, но и для тех, кто управляет судном, особенно если речь идет о таких громадиных, как контейнеровозы. А все для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Вероятно, рулевой решил, что высоты моста в Роттердаме будет достаточно, и он сможет без труда проскользнуть. Но что-то однозначно пошло не так. Как позже выяснилось следствие, судно было перегружено, и в итоге несколько контейнеров упали в воду, а чтобы отбуксировать корабль, понадобился не один день. Не нужно быть сотрудником береговой охраны, чтобы понять. Скорость этого парома для такого места, как причал, совершенно неподобающая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, это было неизбежно. На борту парома, который так эффектно прибыл на причал в Сан-Франциско, присутствовало 53 пассажира, но никто из них, к счастью, не получил серьёзных травм. Зато зрелище в целом, судя по возгласам очевидцев, точно сделало их день намного насыщеннее. Даже представить сложно, что ощущали люди на этой крохотной лодке. Да и остальные в этом порту в Пуэта-Ика, когда увидели, что на них надвигается монстр длиной 325 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На борту лайнера в тот момент находилось более 4000 пассажиров. И только подумай, причина столкновения вовсе не в механической поломке и не ошибке экипажа, а в силе стихии. Попробуй прикинуть, насколько мощным должен быть ветер, чтобы сдвинуть с места эту махину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чему равно восьмиметровые волны в открытом море плюс незакреплённые автомобили на палубе грузового судна? Минус 52 машины и дополнительный ущерб мировому океану. В тот день стихия разбушевалась так, что буквально смела всё, что находилось на открытой платформе. И если тебе больно смотреть на эти кадры, к следующему эпизоду лучше морально подготовиться. 16 февраля 2022-го, примерно в 220 километрах от Азорских островов, загорелось судно, перевозившее автомобили класса люкс общей стоимостью в 401 миллион долларов. А 1 марта сотни Бентли, Ауди, Ламборгини и Порше ушли ко дну вместе с кораблём. И в этот раз дело вовсе не в погоде или ошибке капитана, а в батарее, которая вспыхнула в одном из электромобилей на палубе. Вода не помогает потушить литий-ионные аккумуляторы, поэтому пожарным оставалось только наблюдать. Как итог, экологическая проблема и колоссальный материальный ущерб. Моральный ущерб, который получили владельцы авто, оценить невозможно. Тот день должен был стать самым обычным для сотрудников порту бельгийского Беверина, но погодные условия нарушили все их планы и рабочий процесс. Контейнеровоз прибыл в порт к назначенному времени и пришвартовался, как и положено. Однако из-за сильного ветра швартовые тросы ослабли, и судно начало дрейфовать, задев корпусом портовый кран. Конструкция высотой в 43 метра сложилась как карточный домик, а вот сам корабль получил лишь незначительные повреждения. Похожий случай был зафиксирован и на юге Тайваня, но погода в этот раз ни при чем. Судно готовилось к заходу в порт, но оказалось чересчур близко к сооружению и крайне неудачно повернуло. Итог ты можешь видеть на экране. Эпично, не правда ли? Этот пассажирский паром уже практически завершил рейс, как вдруг у него отказал главный двигатель и вышли из строя электрические системы. Судно не смогло замедлиться и вовремя остановиться. Ремонт теперь потребуется не только парому, но и самому доку. Однако, по крайней мере, серьезная поломка не застала пассажиров и экипаж прямо в открытом море. Наглядный пример из Испании, почему на корабле необходимо надежно закреплять груз, особенно крупногабаритный. Неизвестно, в какой момент грузовик решил прыгнуть за борт, но все-таки удивительно, как он смог продержаться до самого прибытия в порт. И в целом существенных повреждений он не получил, чего не скажешь об этих автомобилях. КОНЕЦ Спуск на воду — одна из самых важных процедур всего процесса строительства корабля. В зависимости от типа судна используют четыре вида спуска — гравитационный, плавающий, механический и с подушкой безопасности. Каждый тип включает в себя множество расчетов, чтобы запуск прошел успешно. И чаще всего так и бывает. Многотонные гиганты плавно сходят на воду, как, например, на этих кадрах из Нидерландов. Тем не менее, случаются ошибки, которые могут иметь катастрофические последствия. Доказательством этих просчетов являются неудачные запуски. Субтитры создавал DimaTorzok Через несколько секунд после того, как океанское рыболовное судно было спущено на воду в китайском порту, его корпус начал крениться влево, и оно едва не заболелось под удивленные возгласы толпы. К счастью, обошлось без убытков, чего не скажешь об этой ситуации. 14 апреля 2023 года около 3000 человек наблюдали вживую, как новый военный корабль США «Кливленд» был поврежден во время спуска. На видео заметно, как великан тяжело наклоняется, окатывает огромной волной буксир и врезается в него. А ведь все могло закончиться хуже, будь буксир еще чуть ближе к военному кораблю. Причиной столкновения назвали недопонимание, а чуть позже в верфи заявили, что планируют отказаться от таких спусков в пользу более контролируемого метода с судоподъемником. Есть на нашей планете место, куда даже заядлые мореплаватели отправляются с опаской, и имя ему — пролив Дрейка. Негостеприимный, неистовый и непредсказуемый — это все про него. Он официально считается самым широким проливом и самым штормовым местом на Земле. Все дело в расположении. Это межконтинентальный пролив, который с одной стороны разъединяет два материка — Южную Америку и Антарктиду, а с другой соединяет два океана — Атлантический и Тихий. Сильнейшие ветра и волны высотой с многоэтажное здание — совершенно типичная обстановка для этого местечка. Некоторые свидетели, попавшие в шторм во время круиза на лайнере в январе 2024-го, утверждают, что их судно накрыла 30-метровая волна и лишь чудом обошлось без пострадавших. Субтитры создавал DimaTorzok Швартовка судна в шторм — задачка не из простых. Высокие волны и порывы ветра создают серьёзные помехи. Однако опытные моряки могут использовать даже экстремальные условия в своих интересах. Взгляни! Кажется, будто из-за погоды капитан не может контролировать судно, и корабль буквально сносит потоками ветра. Но на самом деле всё сделано грамотно — экипаж сбросил якорь в нужный момент, что заставило судно встать в правильное положение, а ветер подогнал его прямо к причалу. Впрочем, даже бывалые моряки не всегда способны обернуть критическую ситуацию в свою пользу, и случается нечто подобное. Плохая видимость и невнимательность экипажа буксира привела к тому, что контейнеровоз задел круизный лайнер, не успев даже отойти от пристани в Гамбурге. Радует, что серьёзных повреждений оно не получило и чуть позже всё-таки отправилось в море. И это далеко не единственный случай столкновения судов во время запуска. Чтобы в этом убедиться, не придётся даже далеко отплывать. Случай, произошедший в том же Гамбурге. Балкер Йоман-Бридж оказался настолько близко к контейнеровозу, что снёс у последнего трап. И хотя, согласно статистике, число таких происшествий уменьшается с каждым годом, никто не может быть гарантированно застрахован от такого. Ага. Ха! 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 Останть, чтобы не штили сон, не работая. Корректор! Снёс университет! Снёс университет! Компакет! Вот что бывает, когда человек за штурвалом не очень хорошо чувствует дистанцию. Что ж, запас шлюпок на этом судне однозначно придётся пополнить. Ну а эти просто пожертвовали собой, чтобы уберечь корабль от гораздо более серьёзных повреждений. Задумывался когда-нибудь, почему даже во время сильного ветра и больших волн такая гигантская железяка, как корабль, спокойно держится на плаву? Как, к примеру, на этом видео. Кажется, судно вот-вот завалится набок, но этого не происходит, и оно продолжает раскачиваться из стороны в сторону, словно стрелка метронома. Почему? В первую очередь, конечно, из-за такого свойства, как плавучесть. Её обеспечивают карманы с воздухом внутри конструкции, которые гораздо менее плотны, чем вода. Ещё одна основная характеристика — водоизмещение. Это количество воды, которое вытесняет судно. Оно равно весу судна, когда оно полностью погружено в воду. Сюда же можно отнести наличие балласта и стабилизаторов, которые предотвращают опрокидывание корабля. Именно по этим причинам даже гигантский нефтяной танкер «Си Хейк» длиной 178 метров, который ты сейчас видишь на экране, держится на плаву. Это при том, что волны в тот день достигали 12 метров в высоту. Говоря о судоходстве, нельзя игнорировать тот факт, насколько корабли неповоротливы, особенно если речь идёт о каком-нибудь контейнеровозе, что, само собой, приводит к различным инцидентам, как в случае с этим судном в одном из доков Бразилии. Во время движения судно царапнуло боком волнорез, да так сильно, что в борту образовалась дыра. На кадрах можно увидеть, как через пробойную вытекает балластная вода. Гиталина. 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 Субтитры делал DimaTorzok Судя по возгласам оператора, он уже знает наверняка, что именно произойдёт через несколько секунд. Прибытие этого танкера оказалось не самым мягким, но второму суду, конечно, досталось сильнее. В его борту теперь красуется пробоина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообрази на минутку. Прогуливаешься себе по узким улочкам Италии, наслаждаешься архитектурой, и вдруг видишь, как в нескольких метрах от тебя прямо из-под асфальта выныривает субмарина. Моряки разбегаются в непонимании, куда они прибыли, на глазах шокированных прохожих. Безумие? Ещё какое! К счастью, это был лишь тщательно продуманный перформанс от маркетингового агентства для рекламы страховой компании. Креативно не поспоришь. Креативно не поспоришь. Вот кого явно не заботят ни габариты, ни неуклюжесть своего транспорта. И это ли не самый эффектный дрифт в истории? Субтитры сделал DimaTorzok